алина добрый вечер вот у вас с обдивами тут вообще конечно прям перебор сумасшедший так делать в общем то нельзя у вас только полигона что когда я начал включать с обдивы у меня начал зависать компьютер поэтому так моделировать нельзя еще плюс у вас уровень разбивки на этого толщине было стоит везде один то есть если бы вы ставили 0 то конечно вы у вас проблем было бы меньше атаку вас так вот здесь 0 из и 5 единицы вот убираем уже легче стает значит смотрите давайте я разберусь ваш деталями и проблема в счетом что картинку то вы мне не прислали так сейчас я гляну на вот вроде есть ли то есть ну вот у вас две картинки по референсу если бы вы мне обе их прислали было бы хорошо я бы тогда по ним полегче было значит смотрите сейчас я отключу уберу все лишнее что вы наделали с обдивами посмотрю как и что там у вас что можно исправить поправлю и потом включу 5 записи вот все ваши косяки при моделировании не вот нас обдивах то вылазит от того что вы больше добавились обдивов от этого лучше то не становится поэтому но ничего принципе можно здесь с вашей моделью принципе неплохо вы замодили посмотрю его уберу все лишнее и посмотрим я думаю что вполне будет нормально итак первое что я сделал я убрал все ваши садивы раз вытащил все из под друг друга из под иерархии то есть теперь и отдельно и то есть друг от друга независимые они все в один ряд теперь никак у вас были друг под другом все это ни к чему то есть вы меняете там одну вас меняется другое из обдив накладывается с одного на все остальные этого делать не нужно вот теперь давайте посмотрим сейчас видно геометрию и вот теперь можно разобраться с геометрией так здесь симметрия должна была быть разберемся ладно отключаясь дальше хотя мне давайте сейчас вот пока видно геометрию разберемся так вот это еще что-то поверхность ткань разбивка 1 тоже убрать не надо все убрал разбивку по нулям вот так здесь это симметрию права сейчас симметрию ставим плоскость плоскость никогда не нужно использовать в моделировании только объект ладно потом с ним разберемся и так по порядку как можно смотрите если у вас объект уже имеет какую-то толщину то на него накидывать поверхность ткани не нужно он и так имеет свою собственную толщину если вам надо увеличить толщину вы выбираете полигоны и делайте просто объект шире то есть убираем лишние поверхность ткани здесь она не нужна у вас предмет объем дальше смотрим у вас при моделировании вот здесь нормально так чё соловей не работает вот то есть вот это вот та штучка она позволяет прятать те объекты над которыми вы сейчас не работать то есть если нам надо поработать над этим объектом мы его выделяем и включаем для него соло вида и тогда все лишнее убирается и мы можем спокойно поработать с этим то есть давайте его проверим на полигоны на полигонах у него все хорошо здесь то есть вот здесь вот проблема вот здесь проблема из-за этого начинается у вас косяки статни нет все нормально нормально все хорошо все с ним проблем не должно быть то есть вы на него закинули симметрию никакого не нужно для него поверхности ткани потому что он у вас вот единственное вот здесь может мне кажется слишком сузили может так и нужно может так и нужно да 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 15 уже не может так она и нужна. Но в остальном все нормально. Все. Вот теперь вы можете subdiv закинуть на него. Так, 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 так. Так, так, так. Так, вот эти пока мы давайте сделаем невидимым. И вот это сделаем невидимым. И посмотрим. Вот в принципе вот единички здесь, вот здесь вот так. Здесь четырехугольник. Так, давайте глянем. Вот здесь проблема у вас. Вот она и начинается. То есть здесь у вас пятиугольник. Давайте отключим симметрию. Вот здесь пятиугольник. Этого не должно быть. Вам нужно дорезать до конца. Выбираем полигоны. нож. И здесь только видимое включаем. И вот от этой точки мы дорезаем до конца. Раз уж у вас тут. это нужно было сделать обязательно, если вы собираетесь использовать Subdive. Никаких треугольников не должно быть. Вот все. escape. Здесь смотрим. Если здесь здесь то же самое у вас. Так же самое их дорезаем до конца. Чтобы у вас были везде четырехугольники. И тогда у вас проблем с Subdive не будет. Все. Все. В остальном здесь мы исправили. Теперь спокойно включаем Subdive и видим что все. Теперь у нас никаких проблем нет. Все. Subdive у нас ровненький. Даже если вы ему сейчас дадите двоечку. Он будет еще мягче. Так. Ну в принципе в принципе я не знаю. Смотрите сами тут. Если вам мало единички двоечку можете сделать будет мягче. Все. Теперь включаем симметрию. Все. У нас с этой разобрались. Все. у нас форма стала мягенькая. Хорошая. Все как вам надо. Но нету картинок поэтому форма. А, ну тут не отключено. вот все форма нигде не ломается все нормально все можно оставлять если вы хотите чтобы она была толще выделяете вот эти внутренние полигоны или внешние вытягивайте делайте больше я тут смысла не вижу собранного в этом если посмотреть то здесь она достаточно тоненькая поэтому смысл обширять ее но не надо толщины и добавлять я не вижу никакого смысла так теперь давайте посмотрим следующее следующее деталька у нас вот это вот эта деталька коре уж вы ее выдавили тон нужно было и вот здесь у вас вот проблема вот это и вот это то есть вот треугольники которые вам не дают нормально покоя здесь чтобы я сделал сейчас поверхность ткани мы отключим и сделаем все четырехугольники вот во первых у вас треугольник переходим в точки сшить и вот так выделена . 1 шить сшиваем здесь и здесь соответственно раз у вас симметричная штука можно в принципе можно в принципе тоже сделать как вы делали с этой штукой взять и поскольку она симметричная то не заморачиваться сделать одну сторону потом сметрию вот здесь у вас треугольник надо убирать вот раз два три четыре здесь у нас четырехугольник единственное здесь скользить скользить здесь может быть ну и просто его сместить посмотреть куда вот сюда вот сюда и сюда еще вверх так может ага сломалась у нас да дальше идем вот у нас треугольник угольник здесь здесь просто добавить точку мне кажется и все и еще чуть-чуть сдвинуть так вот здесь треугольник убрать просто сшить просто сшить просто сшить сшить и здесь сшить не с лишним все давайте теперь попробуем садив на него да давайте ее сделаем ассимметрию сделаем ей так теперь поверхность ткани если толщина нормальная здесь один сантиметр то нормально тоже правильно в принципе стекло вот так можно попробовать в уровне разбивки сделать один ну вот здесь здесь как раз и и вот эта штука должна быть по моему новостям круглая да она тут крупная поэтому здесь здесь нужно выравнивать эти штуки так 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 вот так вот теперь он более плавный стал у нас теперь можно включить симметрии собди все у нас выровнялось стала плавной и нигде никаких нету разломов вот здесь вот поправить можно . чтобы вот эти вот шли более-менее параллельно и здесь можно еще но это не дозрел так хорошо вот теперь все нормально все толщины достаточно если для этого стекла то все можно принципе оставлять вот здесь еще пододвинуть вот эти две точечки можно чуть-чуть вот ну вот все можно чтобы если вы хотите то чуть-чуть славнее уровень разбивки 2 сделать и все все вот она села нормально никаких лишних собди их ничего не надо делать если вы сделали здесь все вот у вас четырехугольники она нормально сделала разбивку здесь тоже все равно тут четырехугольник поэтому все нормально никаких заломов нету не надо лишнего там ничего делать можно поверхность ткани сделать 0 0 смотрите как то есть сейчас это конвертировать примитив когда она все готово убираем лишние 0 объекты и теперь добавляем и собди сделали собди вот это будет лучше чем всякие все и у нас нормально у нас гладится и здесь будет все хорошо вот она у нас ровненькая хорошая получилось стеклышко и причем собди у нас ну два достаточно здесь примерно будет подходящая так теперь вы поняли я ставлю запись на паузу чтобы время вашей мать и сделаю все то же самое с остальными объектами то есть я исправлю вот эти косяки у вас где треугольники избавимся от этих треугольников там день у вас есть чтобы форма у вас была нормальная вот и вот здесь вот вот здесь вот ну можно будет замоделить так чтобы вот этого разреза наверное не было как там сейчас глянем по лицу да здесь наоборот она выступает у вас наоборот она туда то есть мы сделаем так чтобы она выступала ну вот я вам покажу как это сделать достаточно просто ну в принципе тут даже ничего особенно мудрить то это не надо наверно тут взять просто ее увеличить ну-ка сейчас попробую огромная ладно посмотрим сделаем все ставлю на паузу исправлю вам все косяки ваши и уже потом вам отправлю готовый файл значит смотрите разобрался немножко с вашей вот здесь накладкой то есть вот это вот накладкой она вам совсем не нужна здесь ее можно удалить потому что у вас вот эта часть выбирать то есть она замоделена то у вас правильно у вас неправильно замоделена вот это вот накладочка просто сейчас мы это исправим здесь нормально здесь в принципе нормально все замоделены сейчас погляжу косяки есть или нету так вот эту сейчас мы сделаем не видим что пока не мешало здесь у вас косяков нет здесь хорошо все замоделена единственное нужно выдавить вот эту часть вам надо было и все вам надо было и все маленько есть нет выдавливание у вас нету и вот этот вот граня на наверно ну хотя хотя давайте попробуем так выделить полигон полигоны вот и заполнить выделение заполнить теперь попробуем это все расширить вот экструдировать так сказать чтобы здесь была грань почетче мы давайте здесь и сделаем закрепочки для этого возьмем инструмент разрез путем цикла и вот здесь закрепочку поставим здесь здесь и вот здесь вот теперь давайте сам девки не так 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 это корпус у нас и накинем сами посмотрим вполне себе хорошо так посмотрим да все осталось вот эту накладочку накладочка это делается просто кассам дефот отключим выделяем вот эти полигоны так выделить циклическое циклическое выделение вот эти полигоны которые у нас отвечают за эту накладку каркас команды отделить отделили и у нас появилась корпус 1 корпус 1 выделить все и экструд вот выдавить у экструда единственная крышка включим и выдавим чуть-чуть чтобы он не выходил у нас вот так все так его можно чуть-чуть опустить на место так вот вот а внизу тогда у нас ну тогда попробуем сжать его вот так чуть-чуть прижать его корпус вот все чтобы торчал вот все замечательно и теперь чтобы у него не поломалась геометрия мы ему тоже сделаем закрепочки разрез подчеркнем здесь закрепку здесь закрепку здесь закрепку и две закрепочки здесь все теперь мы его его из этого вытащим и дадим ему свой сад диф включаем здесь и и все и теперь я там не помню какой материал был и закинем материал сюда и все вот у нас получается все четко так следующий вот это у нас остается следующий у нас вот это где мы не отключили да здесь вот у нас вот эти треугольники никчемные сейчас мы их уберем так поверхность ткань отключим фенген выключим у вас лишние точки накладки вот сейчас мы их удали берем шить и просто здесь шиваем здесь мы можем скользить вот здесь проблема нельзя так делать то есть здесь должна быть точка так сейчас мы сделаем это невидимый яйцо так яйцо здесь здесь надо резать попробуем путем цикла попадем точку вот вот разрез почему цикла ага не хочет она путем цикла нам резать попробуем разрез плоскостью тоже нет тогда вручную вручную опять также режем до конца по возможности как можно применим я думаю что мы одну сторону разрежем вторую просто сделаем симметрию чтобы они были симметричными так 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 теперь у нас треугольников нету теперь можно засунуть в симметрию теперь можно ее засунуть в симметрию так ага добавим чтобы не соединились у нас точки проверим проверим нет ли еще нет нет вот здесь можно сделать чуть-чуть скользить ну в принципе можно и так сделать но все-таки я лучше бы соскользил эти точки так так чтобы здесь четырехугольники стали более четырехугольниками вот там будет правильней вот здесь чуть-чуть поправить и поправить вот здесь так а ну тут у нас не надо не будет здесь у нас все потом просто на точки оптимизируем в принципе да все теперь симметриумы конвертируем открываем закидываем дилита включаем толщину так включим в принципе можно выяснить можно и не соединять очень страшно здесь у вас все равно для мошен дизайна поэтому для визуализации можно и так ставить так ну и все в принципе здесь после того как мы поверхность ткани сделали нулевой уровень разбивки мы с вами его давайте конвертнем нам не нужны лишние модификаторы вот и теперь на него накинем уже сабдев сабдев если вам нужно вот здесь вот четкие грани то тогда мы берем разрез путем и линии и делаем закреп здесь 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 и можно здесь включаем сабдев все замечательно все нигде никаких зажимов никаких заломов все отлично включаем это все так 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 это исправили кстати вот эта штучка мне кажется она ну хотя может быть она и выпирает нет пусть выпирает так осталось нам разобраться с этими детальками так это у нас это мы так кто у нас плоскость это что за плоскость а пусть пока отключен диск что за диск ага диск понятно душка душка так а смысл не я что-то не очень понимаю душки в этом она просто на это одевается но там же вы же сделали утолщение вот здесь в принципе в принципе если хотите можно и оставить но она должна быть тогда полностью закрывать эту которую вы сделали вот эту штуку то есть здесь что нужно здесь нужно во-первых там толщина я так вижу не очень большая то есть совсем чуть-чуть вот здесь то есть ее надо просто сдвинуть наверное так а где у нее ух ты где у нее центр то далеко каркас центровка оси центрировать ось выполнить на чем на этом симметрии душка тоже центрируем здесь так чтобы она у нас закрывала все мы сейчас сделаем чуть-чуть толще и для этого мы ее просто экструдим и для этого мы ее просто экструдим лучше бы наверно вовнутрь но в принципе не важно теперь мы ее поставим на место рассмотрим так так вот да здесь наверно просто развернуть ее надо здесь по центру выставить а здесь ее повернуть так вот по высоте еще надо пусть ее вытянуть здесь попроще здесь мы путем цикла выделим так выделили и немножко поднимем ее так 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 немножечко ее все-таки раздвинем чуть-чуть так чтобы у нас все закрывалось вот теперь все хорошо вот давайте теперь включим симметрию здесь у нас здесь не соединяется то мы в симметрии добавим просто изменение вот так и конвертнем чтобы у нас лишних нам не нужно избавляться надо всегда от лишнего всегда все теперь на него сабли вкидаем сабли вкидаем ему также ставим два все здесь нормально вот здесь этот косячок смотрим из-за чего листочка уходит сабли 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 где-то у нас точки все теперь все где-то дополнительная была точка которая нам делала косяк все оптимизировали у нас все точки срослись это из-за симметрии было все четырехугольные все в принципе теперь нормально с этой деталькой поглядим как она будет выглядеть если здесь нужно чтобы исправление то надо посмотреть вот в этих местах вот закреп этот мешает и можно сделать просто эти раздвинуть точки сейчас мы их выделим так эти точки скользим все три не отскользятся наверно нет конечно так тогда 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 попробуем переместить тоже у нас ровно не переедет о кстати они тут у вас не нужны эти точки их просто надо сшить они вам дают там грешни треугольники и все и скруглиться нормально без них так и тут тоже надо убрать что тут что-то наклады обрежено здесь все по кругу лишние теперь на той стороне поскольку у нас то есть вот такие мелочи они создают как раз и косяки когда во время моделирования что-то неправильно нарезали это все приходит с опыта вот здесь вот видите вроде бы как вот здесь вот излом на четырехугольники получается то есть сгладится в принципе растут нету просто здесь надо было ладно пусть сгладится четырехугольники быть нормально здесь тоже скользить так что мы там все убрали все убрали теперь круглая здесь тоже если хотите убрать тоже надо тоже самое сделать посмотреть убрать закрепы вот эти закрепы убрать выровнять вот это все и тогда тоже не будет этих заломов либо просто раздвинуть их сейчас мы раздвинем ну это по одной точке тоже так 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 попробуем сейчас грани удалить так 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 и так ну здесь вот 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 но здесь лучше всего-то расшить и она будет гладкая когда она не плакал попробовать скользить будет скользить или нет да можно грамм поскорить конечно здесь у нас получилось так выделить все оптимизировать что-то с точками напутано так сделаем с этой стороны то же самое надо тогда сделать, раз уже тут нету. Здесь точки надо разменять. И так далее. И так далее. Смотрите, все нормально. Так, окей, все откладилось. Так, и осталось у нас что? Вот это, что такое подкладочка? Сейчас мы с ней разберемся, пусть она там и будет. Так, и здесь симметрия соединения надо сделать. Ух ты. Вот. Достаточно. Начинаем. Треугольников нигде нет. Все нормально. Можно симметрию здесь в связи с тем, что мы точки соединяли. Лишнее убираем. Точки соединяли, поэтому нам надо взять, сделать, обязательно точки оптимизировать. Выделить все. Оптимизировать, чтобы, которые совпадают точки, они сросли. И все. И все. И все. И все. И вот она мягенькая подушечка получилась. На этом все, я думаю. Все. Если нужно подушечку под... Дальше туда ваткнуть, мне кажется, было бы неплохо. И ее. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Каркас. Центровка. 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 Не хочет сюда выполняться. Но. Сейчас я с вами оброс как-то напутанно. Центровка. Вот. Так. Чуть-чуть это дотопить. Нормально. Ну все. Вот. Ну а с этими по аналогии. Ну тоже что-то тут в принципе все нормально у вас. Поверхность ткани. Толщина. Если все устраивать, то же конвертнуть, чтобы она не выпендривалась у нас. лишнее удалить. Делета. Давайте наверх, чтобы с ней не путаться. Также на ней SMD. 2. SMD. Все. Вот она. на месте. Все. Четко люкс. Никаких проблем с ней нету. С этой делаем то же самое. Если все нормально. Если все нормально, то мы ее конвертируем. конвертируем. Вытаскиваем. Так. Тут что. Да. Далета. Не нужна. Далета лишний нам не нужна. Так. Ставим ее на место. Так. Где она у нас должна быть-то? Так. Где она здесь? Чуть-чуть меньше она должна быть. Так. Чуть-чуть много загнуто. Ну ладно. Разогнем. Точки. Немножко разогнем. Ну пусть такой-то. Так. 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 Чуть-чуть еще может повернем. Вот. Так. И теперь. Так. Этак. 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 И тоже есть SUMDIF, так, SUMDIF сделаем 2, ну и все, а теперь ему можно сделать симметрию. Ну а эти можно просто откопировать, сюда передвинуть и все это вы уже сами сделаете. Ну все, на этом, я думаю, достаточно у нас правки. Дальше продолжайте дорабатывать, делайте нюансы, детали, если какие-то потом вопросы еще будут, там вот по тем, который у нас диск, плоскость, что-то, ну, на уроки будем делать, ну и на экзамене еще будет время у вас доработать какие-то детали мелкие. Ну а так все, в принципе, основное сделали. Все, на этом прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok